Мы делимся друг на другом чем-то. Это касается только фигурного катания или каких-то, может быть, тем, которые за пределами катка находятся? Ну, может быть, за пределами катка. Ну, это не прям совсем лично, а вот то, что вот можно обсуждать за пределами катка. Я понял вас. Это фильм, это пицца вкусная. Ну, что-то типа того, да. Нормально. Фильм, пицца, можно есть, нельзя есть, сколько можно. Хочу на отдых. Хочу на отдых. Я вас понимаю. Это вот так. Ну, а пока на экранах у нас дочь американского солдата, рожденная в Германии на военной американской базе, Эшли Вагнер. Ее папа всегда настраивает, если что-то не получается, соберись, тряпка. Конец цитаты. Конец цитаты. Полковник, американская армия. Серьезная отец. Ну, видно под очки. Продолжение следует. КОНЕЦ Снимающая ошибочка приземлилась на регрегере. Без вопросов. КОНЕЦ 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 Ну, в общем и целом, в общем и целом, да. Что скажете, Адалин? Ничего. Опять же, да. Если бы она каталась до тех девушек, которых мы обсуждали несколько минут назад, все было бы гораздо проще. Это да. Потому что, да, вот планка, которую задрали девушки из предыдущей разминки. Не хочется, чтобы то катание продолжалось. Ну, это не так просто. Конечно. Да, на очереди у нас сейчас Наталья Вайнсер, представительница Германии. Дальше будет кататься Юлия Лепницкая. Еще раз обращаю ваше внимание, все это в прямом эфире российского телевидения с комментариями Адалины Сотниковой. Вот так вот. Так что звоните родственникам быстрее, друзьям, знакомым. Когда еще такой случай будет, на следующих стартах, возможно, девчонки будут кататься уже вместе. Вот. Ну, а что касается Эшли Вагнер. Ну, давайте посмотрим. Еще раз на повторах. В начале. Так. Здесь. Он недокрут, да, там огромный недокрут случился. И еще на две ноги. Так что это, считаю, фактически без каскада считаю. Ну, так, если бы. Считайте легкий какой-нибудь царковый тулуп. Она проняла. Потратила больше сил. Как у вас все цинично и просчитано в фигурном катании. Потратил больше сил, получил мало баллов. Ну, что-то. Никуда не годится, абсолютно. А успеваешь расстроиться, вот, допустим, Адалина, если что-то не получается по ходу старта? Или расстройства потом случаются уже все? Потом, после проката. Вот ты на льду когда? Вышибает это, если что-то не так? Нет, у меня такого дела не было. Только если после проката. А так ломиться до конца? Конечно. Руки не бросать. Плечи держать ровно. То есть можно процитировать папу Эшли Вагнер, да? Рафаэль Руденен. Судяюсь. Подстерегиваю как-то себя. Ну, критично в любом случае, естественно. Конечно. Как иначе. Рафаэль Руденен, ну, один из тренеров, потому что работает Сэшли Вагнер, Джон Никс. Джон Никс, мы знаем, находится в почтенном, очень взрослой, почтенном возрасте. И перед этим олимпийским сезоном он заявил, что найди себе кого-нибудь, потому что дальние очень перелеты, Россия, этапы Гран-при в Европе, Япония, чемпионат мира, мне просто очень тяжело. Выбор пал на Рафаэла Руденяна. Адам Рипп, он друг Эшли Вагнера, насколько я знаю, именованно подсказал этого специалиста, который в свое время катался у Рутеняна. Дальше идем.